Мотивационный ролик, все, можно успеть. Вообще, у меня такое желание зрело довольно давно, зрело постепенно. Когда я училась в Санкт-Петербурге, я поступила на журфак. На журфак я поступила, потому что писала еще во время школы, много, разное, осознанное и не очень. И желание применить эту способность, возможно, в кино, то есть рассказывать истории для кино. Мне хотелось давно, но историй много, а ключа нет. То есть знание, образование нужно для того, чтобы это делать. И когда я узнала о том, что школа индустрии открывается, я поняла, что это мой шанс. Все вокруг говорили мне, что это невозможно с твоим графиком и так далее, что это трата денег, потому что ты будешь все равно сниматься, все пропускать. В общем, невозможно. А сценарист – это все-таки работа усидчивости и концентрации в том числе. Я подумала так, что вряд ли будет такая ситуация когда-нибудь, что я скажу «О, свободные два года». Как раз вот точно свободный, пойду поучусь. Такого не будет, поэтому я решилась, написала все вступительные задания, поступила и начала вертеться, в общем, как могла. Что-то пропускала, набирала, потом догоняла. Наоборот, теперь у меня есть время, я занимаюсь активно много и постоянно провожу в школе. И тем не менее процесс идет. Даже иногда, если он идет связью через скайп, когда я где-то на съемочной площадке, ребят, с которыми я работаю здесь. То есть по-разному мы выдумывали. И тем не менее процесс идет. То есть все можно успеть. Вообще, честно говоря, у меня не было режиссерских амбиций, честное слово. Просто так вышло, что я написала «Короткий метр». И тут сыграла жадность. Просто жадность. Я не захотела никому его отдавать. И мне казалось на тот момент, что, конечно же, я знаю лучше всех, о чем я написала. Я знаю, как это снимать, что я этим хочу сказать. И жадность, в общем, провела меня к тому, что я его в итоге и сняла. У меня как-то сложилась такая команда, что ничего не приходилось говорить настоятельно. Честное слово. Все были заряжены идеей и шли, несмотря ни на что. Но так как я собиралась и концентрировалась на этих съемках, я, наверное, не концентрировалась никогда в жизни. Да, а так как все актеры, которые снялись в моем «Коротком метре», все мои друзья и коллеги по театру или по съемочной площадке. Потому что, во-первых, они точно попадали в кастинг. И, во-вторых, они мои друзья, что немаловажно, потому что мне нужна была команда своих. Я поняла, что у меня не хватит ресурса, возможно, обаять и убедить нового для меня человека и поверить мне, потому что основания верят мне как режиссеру. Естественно, нет никаких. Кстати, этот переход с одной стороны камеры по эту условную другую сторону дался мне просто и незаметно, честное слово. Потому что мы готовились, я понимала, чего я хочу. Пусть как-то естественное и без проблем или комплексов. Как я буду говорить своему другу Пашу Ворожцову, роскошному актеру, что ему делать? Он вроде как сам знает. Этой проблемы не было, я перехода не почувствовала никакого. Ну, мне так сложно говорить. Я довольна ли я им осталась? Я очень довольна полученным опытом. И то, что мы сняли, я уверена во всем и отвечаю за все 100%. Нет. Я пишу, например, сейчас дипломную работу, дипломный метр. И одна из героинь, ну, об этом вообще пока рано говорить, это как, например, предположим, не в дипломной работе, а где-то. Героиня, которую я бы мечтала сыграть, как она говорит, как она действует. И тем, возможно, больше эта героиня приобретает объемы и обаяния от того, что я ее люблю, и я бы хотела ее сыграть, но я обязательно отдам ее другой актрисе. Это, на мой взгляд, этот вводораздел правилен. Либо ты создаешь, либо ты исполняешь. Поэтому я свое актерское эго, так сказать, на замочке держу. Будет полезно узнать тем, кто поступает на сценарный. Бойтесь Андрея Николаевича Першина, Жора Крыжовникова. Бойтесь его. Люди с неокрепшей психикой к занятиям не допускаются, потому что Андрей Николаевич дикой, ошеломляющей энергией человек, который очень тебя заряжает, реально делом, фантазией. Он раскручивает, раскатывает твою, как сказать, какую-то он нажимает в тебе креативную кнопку, впуская тебя в свой поток фантазии, но дорого за это спрашивает. Да он недорого за это берет, вообще-то. Но я его обожаю. Он был преподавателем курса, на котором я писала короткий метр, по которому потом сняла фильм. Он мне сильно помог. Бойтесь, Жора Крыжовникова. Бойтесь и восхищайтесь. Вообще, честно говоря, нам, студентам школы, можно позавидовать. Вот. Я думаю.